Слава Украине! Героям слава! Приветствуем от Полонского! Сегодня прекрасный день, прекрасное настроение. Нам его создали товарищи из Белгородской Народной Республики, но речь не об этом. Речь совершенно о другом. Речь о НАТИ. НатИ, о той самой НАТИ, о которой так боялся Путлер. И из-за приближения которой, помните, как оно верещало, чтобы НАТО ушла за границы 97-го года? Помните, перед началом войны с Украиной, он верещал там, вот, НАТО должна вернуться за границей 97-го года, яй-яй, бла-бла-бла, ку-ку-ку-ку-ку. Ну, давайте разберемся, куда же НАТО вернулось. Итак, прежде всего, Швеция и Финляндия уже члены НАТО. Ну, формально еще 5-го числа только будут, но фактически уже все, вопрос решен. 5-го числа они официально будут приняты. Так вот, в ответ этому пляшевому дурачку, в городе Лапперанта, Финляндия, находящемуся в километрах в 15-ти от границы с так называемой Россией, будет размещена база НАТО. От временно оккупированного финского города Выборга это километров, я так смотрю, ну 30 максимум, наверное меньше, километров 25. Так что, очень близко. Ну, и от Санкт-Петербурга это километров, наверное, 100-120, где-то так. Вот то, чего добился ваш пляшевый этот вот стратег. Много ходов очка у которого, да, вот помните, да? Вот он добился, да? Опять-таки, вы помните, он нападал на Украину с целью сменить, что он, еще раз давайте вернемся к его стратегическому гению. Значит, он нападал на Украину с целью сменить правительство в Киеве. Он подготовил уже новое правительство из бывших генералов тут украинских. Уже все было готово, да? И имел три стратегические цели в Украине. Это Киев, вторая цель Киев, третья тоже Киев. Вот у него три такие цели было. Что он получил? По морде. По морде получил. От Киевской области вылетел, как пробка из бутылки осталось здесь, тысячи солдат непогребенными. И тысячи единиц техники, которые я вам в других видео не раз показывал, не два уже. По киевским лесам тут еще не все отвезли в металлолом. Много танков, много БТРов. Я ездил, я показывал, видео снимал. Вы все в курсе дела. Кто не видел, пройдите. Плейлист называется Буча, Стоянка, Ерпень, Гастомель. Вот там вот все как раз. Как раз все эти прелести есть. Как раз видео с этими танками российскими раскиданными. Одна нога здесь, другая там. Вот. Так что Киев он получил. Только Гембель от Киева получил. Помните, как мы Киев возьмем за три дня. Да, мы его уже окружили. Да, мы его почти окружили. Мы его уже почти-почти окружили. Почти-почти-почти окружили. Почти взяли. Мы уже в ДРГ, наши уже на Крещатике. А потом что-то пошло не так. Да, потом получили по соплям. И ДРАПОЛИ. ДРАПОЛИ. И в качестве жеста... Это же был, помните тогда, первый жест Доброй Воли? Первый жест Доброй Воли. Говорит, получили по соплям ДРАПОЛИ из Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областях. Так ДРАПОЛИ еще аж гай шумел. А теперь второй жест Доброй Воли. Получив по соплям на острове Змеиной, ДРАПОЛИ тоже так же со Змеиного. Ну, со Змеиным там вообще был... Там, честно говоря, на Змеиным был просто рекорд производственного идиотизма российского командования. Все знают, что российская военная командователь состоит из идиотов и алкоголиков. Но вот на Змеиным это был просто, ребята, какой-то, знаете, фантасмагория идиотизма. Такой, знаете, чистый идиотизм в квадрате. Да, вот послать на голую скалу, абсолютно голая скала, ровная как стол, 500 на 600 метров, несколько сот солдат, кучу техники, наверное, штук 25 единиц, если не 30. И ждать, что их там не расхонячат. Вы на что надеялись вообще? Или надо было просто бабки списать? Судя по всему, надо было бабки списать и вот эту технику. Потому что я так понимаю, что там только панцирей три штуки разбили. Торов несколько штук разбили. Там за БТР, за катер Серна, второй катер разбили. Короче, там, ау, чего творилось? А, ну за крейсер Москва я просто молчу. Там же тоже это при захвате Змеиного. То есть, скажем так, одна вот эта скала острова Змеиный вышла боком всему российскому Черноморскому флоту. Господи, это цирк на троте, короче говоря. И к пятому месяцу войны, а сегодня у нас, по-моему, как раз 130 дней. Ну, уже пятый месяц войны пошел, да? Которая была не война, а спецоперация, которая должна была закончиться за три дня. К пятому месяцу войны Россия подошла где-то как минимум с 50 тысячами двухсотых. То, что там наш генштаб говорит, что 35 тысяч с гаком, это неправда. Гораздо больше 50. В этих 35 тысячах нету ни Росгвардии, ни Чеченов, нету там Ордло, нету там всех этих наемников, вагнеровцев, сирийцев, этого всего нет. За 50 тысяч. Намного за 50 тысяч, двухсотых только. А если брать с трехсотыми, трехсотых, там еще 1150. То есть, под 200 тысяч уже потери рашистов. То есть, я вам напомню просто, сколько вояк начинало эту войну, когда фашистская Россия только вторгалась. Это было где-то 200 тысяч человек личного состава, если вы помните, да? И они говорили, что они сотрут украинскую армию. Как там говорил Соловьев? Мы, говорит, бровь подымем. Бровь подымем. Ну, подняли одну бровь, потом подняли вторую бровь. Потом в глаз получили, по носу, по соплям. А теперь уже видите как? А теперь вот в Белгороде Бавовна. Кто не знает, что такое Бавовна, переведите с украинского языка. Вам будет очень смешно. Да, так что, ребята, если вы думали, что ваш великий правитель гений, что он подвинул всю НАТУ, что он всех вокруг так гнул, и он такой могучий, я вам скажу, это просто старый облезлый таракан, который гадит в собственный чемодан, который он выдает за ядерную кнопку. Это безмозглое существо, сидящее трусливое безмозглое существо, живущее в бункере, под охраной своих тысячи телохранителей, которые боятся встречаться с лидерами других государств, которые с ними так не хотят встречаться, но хотя бы те там пять человек, которые с ним готовы встречаться, он сидит от них 50 метров. Это трус, патологический трус, лжец, подонок, живущий в бункере, гадящий в чемодан. И весь его гениальный замысел, многоходов очка, что вам сказать, убрать НАТО за границей 97-го года, ну так откройте глаза, подъедьте к финской границе, там без бинокля вы увидите НАТО, которая пододвинулась к вам. И очень скоро оно пододвинется и со стороны Украины. Поверьте мне, мы будем в НАТО обязательно. Мы вышибем всех ваших орков до одного из Донбасса. Мы обязательно их вышвырнем из Крыма. И скажите спасибо, если мы остановимся на границах 91-го года. Потому что Белгородскую Народную Республику никто не отменял. Слава Украине!